Хотите, я покажу вам, какой я быстрый? Дайте я вам кое-что покажу. Я хочу показать людям, какой я быстрый. Так, поставьте руку. Я ударю вас шесть раз до того, как вы досчитаете до двух. Считайте до двух. Хорошо. Раз, два. Попробуйте. Раз, два. Раз, два. Быстрее, быстрее. Теперь я ударю шесть раз, пока вы досчитаете. Давайте, я покажу вам знаком. Раз, два. Вы считаете слишком медленно. Нет, давайте серьезно. Я хочу всем показать, какой я быстрый. Я вам покажу, считайте. Давайте, раз, два. Показать еще. Впереди нас ждет бой за временный пояс в тяжелом весе. Сирил Ганн против Деррика Льюиса. Мои друзья из Бэтвиннер предоставляют ошеломительные коэффициенты. Сирил Ганн является фаворитом и коэффициент на него 1,2. А малыш Деррик Льюис обладает коэффициентом 3,7. Но когда дерется Льюис, у него всегда есть шанс победить любую секунду. Также Бэтвиннер предоставляет максимально простой и удобный вывод средств. Разберется даже твоя бабушка. Также по моему промо-коду ПАРТР вы сможете получить до 25 тысяч бонусных рублей при первом депозите. Ссылка в закрепленном комментарии под видео. Заходи и выигрывай. В условиях повышенной влажности и высокой температуры воздуха, оба боксера стали довольно сильно сдавать физически уже в первых раундах. Форман старался не давать или двигаться, настигая его у канатов и проводя мощные удары по корпусу и голове. Мухаммед быстро понял, что соперник хорошо обучен предугадывать его перемещение по рингу. Поэтому начиная с середины второго раунда он повис на канатах, стараясь защищаться и при первой возможности контратаковать. Али избрал тактику, похожую на его первый бой против Фрейзера. Отличием было лишь то, что он был в прекрасной физической форме. Рефери не всегда удавалось держать канаты натянутыми, из-за того, что боксеры нависали за них всей своей массой. Это давало Мухаммеду преимущество, так как появлялось больше дополнительного пространства для защитных маневров. Во время первой половины боя он пропустил несколько мощных ударов, которые могли завершить бой. По словам Али, от них у него начались галлюцинации. Но также множество мощных ударов Джорджа проходили мимо или вскользь, изматывая его. После пятого раунда угол Формуна попросил остановить поединок, натянуть канаты на ринге. Однако рефери проигнорировал эти просьбы. К этому времени чемпион выглядел уставшим. Али же успевал кричать ему в ухо, «Покажи свой лучший удар!» В седьмом раунде Мухаммед начал доминировать в бою. Он наносил больше числа точных джебов. К восьмому раунду Джордж потерял последние силы. И Али прямо перед сигналом к окончанию раунда провел комбинацию, которая потрясла молодого чемпиона. Он оказался на канатах, после чего Мухаммед провел точную атаку, отправившую Формуна на стил ринга. Джордж успел встать на счет 9, но рефери решил остановить бой. Весь стадион был на ногах. Все, что можно было услышать, это скандирование, «Али, убей его!» После боя Мухаммед овил, что не собирается завершать карьеру. После этого поинка за ним закрепилось прозвище, которым он сам себя наградил. Величайший. Формун же был морально раздавлен. Он придумал теории заговора, объясняя свое поражение. Специально ослабленные канаты, быстрый отчет рефери и даже отравленная вода. Напоминает нынешнего ДНТ Уайлдера. Я говорю всем своим критикам, что я величайший на все времена. Так было в времена Сани Листона. И сегодня я говорю вам, я величайший на все времена. Больше меня никто не победит. Меня не победить и не долить, пока мне не будет 50 лет. Тогда можете брать меня голыми руками. Я сегодня не танцевал, но это были свои причины. Я хотел, чтобы у него не осталось сил, и он не смог больше нанести ни одного удара. Так и вышло. Он качался, как сосиска. Он стал промахиваться. А я все начинал танцевать. Можете говорить, что ноги у меня уже не те, что я устал. А я не танцевал специально. Я прижался канатом. Вы, наверное, говорите, что это плохо. Он жмется канатом. Это не так. И тогда я сказал, ну хорошо, сосунок, я спиной у канатов и держу твои лучшие удары. И я говорю ему, давай, покажи что-нибудь. Покажи что-нибудь, ты же ничего не делаешь. Ты просто девчонка. Посмотри на себя. У тебя ничего нет? Давай, сосунок, покажи что-нибудь. Он так сильно устал, он упал на канаты. И я сказал ему, скверное место для того, чтобы устать. Я сказал, у тебя неприятности. После боя с Форманом Али был на пике славы. Мухаммед получил почти 5,5 миллионов долларов, что было больше, чем заработал Джо Луис, Рокки Марчано и Джек Дэмси за всю свою карьеру. Но самое главное, он доказался тем, что его рано списали со счетов. Президент США Джеральд Форд пригласил Али в Белый дом через несколько недель после его победы над Форманом. В недавнем прошлом такое невозможно было представить, так как Мухаммед находился в опале у власти за антивоенные и публичные выступления. Форду понравилась их беседа, после которой он назвал Али принципиальным человеком. Спортивные издания начали одаривать Мухаммеда всевозможными наградами. 25 февраля 75-го года скончался Элайджа Мухаммед. Это стало настоящим ударом для Али. Мухаммед был его духовным отцом, и после смерти Али находился в сильной депрессии. Нация ислама лишилась своего лидера, и скоро распалась на различные фракции. Несмотря на скорбь, Мухаммед понимал, что Элайджа не был совершенным. Ходили слухи о его неподобающей жизни, поэтому Али решил последовать за сыном Мухаммеда Олесом, который проповедовал более терпимое отношение к белым людям. Интересно, что такую же точку зрения ему пытался привить Малкольм Микс незадолго до своей смерти, но он был отвергнут Али. После возвращения титула чемпиона мира у Али осталась еще одна цель в спорте. Он хотел в третий раз встретиться с Рейзером. На пути к этому бою Мухаммед одолел Чака Уэпнера, Рона Лайла и Джо Багнера. Несмотря на то, что в этих поединках не было ранних нокаутов, Али уверенно победил во всех из них. Исключением стал бой с Уэпнером, по ходу которого Мухаммед оказался в нокдауне. Но все же смог завершить бой досрочно в последнем раунде. Сильвестр Сталлоне, присутствующий в зале, вдохновился этим поединком на написание сценария к знаменитому фильму Рокки, давшей старт его звездной карьере. После этого поединка Али крайне резко высказался о судействе Тони Пареса. Назавтра его грязным псом рефери подал в суд на Мухаммеда, но проиграл дело. Третий бой между Фрейзером и Али было решено провести в Маниле, столице Филиппин. Мне нужны Форман и Фрейзер на один вечер. Я победил Формана, у него куча оправданий. Бой был слишком медленным, ринг был мягким и на стил был. Все эти вещи и канаты не были натянуты. А Фрейзер говорит, что у него новый удар сейчас и он готов. Он победил меня дважды, но я почти выиграл, что бы там ни было. Я хочу победить их обоих за один вечер. Первым мне нужен Фрейзер на 10 раундов. И после того, как я отпраздную победу над Фрейзером, наступит очередь Формана на 10 раундов. Я гарантирую, я уделаю их обоих. И после того, как я уделаю Фрейзера, быть то третий раунд нокаутом или по решению судей, неважно, мне нужна одна минута для отдыха, а потом пусть Форман прыгает на ринг. Я говорю это всему миру, всем людям, смотрящим это интервью. Я действительно хочу драться с Фрейзером и Форманом в один вечер и войти в историю как величайший боец всех времен. У кого-то из них все еще есть сомнения и оправдания. Я хочу уделать их обоих за один вечер и установить рекорд, который никто не сможет побить. Я намерен сделать с Фрейзером то, что может быть и противозаконно. Мои адвокаты посоветовали привести проучителя под залог, чтобы вытащить меня из тюрьмы. Они могли бы положить мой хвост в тюрьму и вытащить меня под залог после того, что я сделаю с Фрейзером. Джо Фрейзер будет биться в судорогах. Это будет изматывающее избиение. Он будет вопить от боли. Я буду наносить удары по корпусу. Я уделаю его левыми хуками, верхними рассечениями, так, как мы делаем на тренировках. Я сильнее его спарринг-партнеров. Он с ними тренируется каждый день. Он будет вопить, изматываясь и теряясь. Я, поиграя с ним в течение двух или трех раундов, жаль его еще и еще. Оба бойца находились на спаде. Их третья встреча была призвана стать точкой в их противостоянии. Принципиальный соперник, против которого Джо снова нужно было что-то доказывать. Однажды он уже доказал, что является настоящим чемпионом, но проиграл реванш. И вот 1 октября 1975 года на Филиппинах, в 10.45 утра по местному времени, Джозеф Уильям Фрейзер в третий раз столкнулся со своим главным врагом, Мухаммедом Али. Организатором третьего боя выступил стремительно ворвавшийся на мировую боксерскую сцену Дон Кинг. Али больше времени выделял в своей личной жизни раскрутке боя, нежели усердной подготовке. Теперь его оскорбления в адрес Фрейзера стали еще более навязчивыми и грубыми. Он образовал соперника гориллой, и носил с собой миниатюрную фигурку обезьянки, которую постукил он разоследовавшим за ним тут и там представителям СМИ. Одна из его кричалок дала событий звучное название «Трейлер в Маниле». Он слишком медленный и слишком уродливый. Он не умеет думать. Он тупица. Он Джо Фрейзер. Я не понимаю, почему это я выгляжу как горилла. Я просто пропускаю все это мимо ушей, потому что, когда кто-то так говорит о другом человеке, то он не очень уверен в самом себе. Могли ли вы поверить, что я побью Фрейзера и Нортона, и бога Формана, и что я снова стану чемпионом, и весь мир будет поклоняться мне, а эти болваны стучатся в мою дверь? Вот он я. Джо Фрейзер, эй, уберите его отсюда. Подозреваю, что если находиться возле этого парня довольно долго, то каким-то образом в вашей душе возникает ненависть. Знаете, как какой-то звонок. Команда Али, пользуясь статусом чемпиона, настояла на большом ринге и восьмиунцевых перчатках. В день боя температура в закрытой арене с алюминиевой крышей превышала 40 градусов Цельсия. Субтитры добавляли и лампы освещения. К тому же утром в Колизее было крайне влажно, так что кожа мгновенно покрывалась испариной. С первого гонга стало ясно, данный поединок произведет предыдущие поединки по зрелищности и по интенсивности. Джон оцелился на корпус соперника. Али не мало попадал с дистанции, но вблизи тут же лишался своего преимущества. С третьего раунда величайший начал вставать канатом и давать Фрейзеру работать, в надежде на то, что тот выдохнется. Джон, всегда знавший, что победа любит подготовку, и не думал вставать. В заключительной трети битвы вокруг его правого глаза стала нарастать гематома, тогда как левый глаз, пострадавший в начале карьеры, к 1975 году практически ничего не видел. Ситуация оказалась патовой. Перерыв между 14-м и заключительным раундом превратил триллер в драму. Эдди Фач сообщил своему подопечному, который ничего не видел, что останавливает поединок. В противоположном же углу обессильный Али просил свою команду разрезать ему перчатки. Фач остановил бой первым, несмотря на мальбу Джо этого не делать. Али встал со стула, поднял руку и рухнул на канвас. Заник на рук события боем года. 12-й раунд стал раундом года. В 96-м году триллер в Маниле назовут величайшей титульной битвой всех времен. После боя оба боксера находились в глубоком истощении. У Фрезера потекли слезы, и он был очень зол. Он очень сильно хотел продолжить бой. В раздевалке Али случилась трагедия. Полицейский, охранявший его комнату, захотел поиграть со своим пистолетом. И случайно выстрелил себе в голову, что стало настоящим шоком для вошедшего в помещение Али. В последующих интервью Мухаммед назвал Фрезера вторым величайшим боксером в истории после себя. Я бы хотел знать, чем вы будете заниматься, когда уйдете из бокса. Мне кажется, он слегка кеморнул, пока ты задал вопрос. Я постараюсь его разбудить. Я буду спать, вот чем я займусь. Это все, что он хочет делать, когда уйдет. Когда я уйду из бокса? Я действительно не знаю, что сказать сейчас, ибо это может заставить вас подумать, что жизнь коротка. Давайте скажем, что вам 30 лет. Если вам 30 лет, то вы знаете не больше 7-летнего. И я докажу вам это. Для начала вычтем 7-8 часов, которые вы спали каждый день на протяжении 30 лет. С момента вашего рождения и до утра в 30 лет вы были без сознания примерно 8 лет. Когда вам 30 лет, вы спали примерно 8 лет. Окей. Как много времени вы потратили на дорогу за эти 30 лет? Из дома на телестанцию, домой, в другую страну, в другой город, в школу, в церковь. Вы потратили 2 года своей жизни просто на дорогу туда-обратно. То есть 8 лет сна, 2 года дороги, а всего у нас 30 лет распоряжения. Сколько времени мы тратим на школу в Америке с 1 по 12 класс? Фактически 6 часов в день? Да, 6 часов в день на протяжении 12 лет вы сидите в классе. То есть 3 года. Окей. 2 года дороги, 8 лет сна, 3 года школы. Сколько кино вы смотрели? Сколько рестлинг-матчей? Сколько вы потратили на развлечения? Сколько кинолент, театров, бейсбольных игр? Примерно 2 года развлечений. То есть к тому моменту, когда... Вы все тут понимаете, что я говорю чисто правду. То есть к тому моменту, когда вы сделали несколько детей, к тому моменту, когда вы оплатили ипотеку по дому, вам уже 60 лет. Так что, жизнь по-настоящему кратка. То есть учитывая вашу дорогу, весь ваш сон, и вашу школу, и все ваши развлечения, вы, скорее всего, полжизни ничего не делали. О чем я? Мне 35 лет. Через 30 мне будет 65. Мы уже ничем особо не управляем. Мы вообще уже особо ничего не можем в 65. Ваша жена вам об этом скажет. То есть, о чем я? Когда тебе 65, тебе особо нечего делать. Вы знаете, чем я буду заниматься в следующие 30 лет? Мне придется спать 9 лет. У меня не будет 30 лет бодрствования. Мне придется провести разъезды по Америке, скажем, по 6-7 миль в день. Вся моя дорога обойдется мне примерно в 4 года в течение следующих 30 лет. То есть 9 лет сна, телевидение, кино и другое дадут примерно 3 года развлечений. И получается, из 30 лет у меня есть примерно 16 лет на мои дела. Так каждый из нас может разбить свои жизни по частям. Что я буду делать в эти 16 лет? Что лучше я могу сделать? Быть готовым встретить Господа. Имея особняк, свой бизнес, обучая боксу. Это не приблизит меня к раю. Как много людей здесь верят в высшие силы, верят в Бога? Как много людей здесь верят, что существует сила, которая создала Солнце, Луну и звезды? Как много людей здесь верят, что все это не появилось само по себе? Кто-то создал все это? Кто верит, что Бога нет? Окей. То есть верят, что все это сделал не Бог? Что ты скажешь, если я покажу тебе этот стакан и скажу, что никто не сделал его? Он сам сделал себя. Ты поверишь в это? Ты поверишь в то, что я сказал сейчас, что эта вещь сделала себя сама? Нет. Ты тоже не веришь, так? Нет, я просто хочу тебе объяснить, что есть те, кто сомневаются. Она не поверит. Что, если я скажу, что эта телестанция материализовалась из ничего? Ни один человек не приложил руку. Ты скажешь, что я, скорее всего, свихнулся. Так что, если этот стакан не мог сделать сам себе... Если я скажу, что одежда, которая на тебе сама себя сшила... Никто не делал ее, она сама себя создала. Ты не поверишь. Но если твоя одежда не сделала себя сама, этот стакан не сделал себя сам, это здание не сделало себя само, то как Луна там оказалась? Как звезды, Юпитер, Нептун, Марс и Солнце. Как природа. Как, если не кто-то мудрый придумал и создал это? Так что я верю, что нас будут судить. Например, человек, как Гитлер, который убивал всех евреев, должен выйти сухим из воды? Кто-то накажет его. Если не сейчас, то после смерти. Так что, чем я займусь, когда уйду из бокса, я буду готовить себя ко встрече с Богом, потому что мой самолет может разбиться. Разве это стране иногда в катастрофах не разбивает самолеты? Разве люди не убирают каждый день? Очень страшно осознавать тот факт, что я могу попасть в ад, гореть там в абсолютной вечности. Так что же я сделал? Я сделал такое отступление, чтобы объяснить свой ответ. Ты спросил меня вопрос, на который я не могу ответить просто так. Когда я уйду из бокса, я буду делать все возможное, чтобы помогать людям. Вот почему я здесь с Джонни Уолкером, это человек, который проехал через всю Америку с толпой пацанов, которым нужно было немного денег, и кто-то вызвал меня помочь им. Бог наблюдает за мной. Бог не хвалит меня за то, что я побил Джо Фрейзера. Богу нет дела до моих терок с Джо Фрейзером. Богу нет дела до богатства какой-то нации. Богу интересно, как мы относимся друг к другу, помогаем ли мы друг другу. Так что я посвятил свою жизнь тому, чтобы использовать свое имя в общественной благотворительности, помогать людям, объединять людей. Люди бомбят друг друга из-за религиозных убеждений. Нам нужен кто-то в этом мире, кто поможет нам жить в согласии. Так что когда я умру, если рай существует, то я хочу его увидеть. Потому что как долго мы живем? 80 лет? Наши шансы разнятся. Кто-то из вас умрет через 20 лет, кто-то умрет через 50, кто-то через 30, а кто-то через 6 или 7 лет. Мы все скоро умрем. Так что, допустим, нам отпущено 125 лет, которые мы не проживем, так? Допустим, что мы проживем 250 лет, и будем заниматься сексом 145 из них. Мы в любом случае умрем, в конце концов. Так что у нас примерно по 80 лет на земле. Это испытание, чтобы посмотреть, на что мы потратим наши годы во имя добра. Это не настоящая жизнь сейчас. Настоящий ты находишься внутри. Твое тело стареет. Кто-то сейчас смотрит в зеркало и видит, что у него нет зубов, волосы выпадают. Твое тело устает. Но твоя душа и дух никогда не устанут. Это то, что живет вечно. Так что твое тело просто носит твой дух и душу. Так что Бог испытывает нас, как мы относимся друг к другу, как мы живем, дабы увидеть, будет ли наш настоящий дом в раю. Так что сейчас весь этот материальный мир продлится не так долго. Это здание будет стоять, когда его строители уже уйдут из этого мира. Было много королей и королев в Англии, и все они мертвы. После смерти нынешней придет следующий. Так что мы не останемся здесь. Мы временные владельцы. Нам ничего не принадлежит. Даже ваши дети не принадлежат вам. Думаете, я вру? Ваша жена вам не принадлежит. Ты умрешь, а годом позже, допустим, вернешься и ляжешь в свою кровать. И увидишь ли ты жену рядом? Твоя жена тебе не принадлежит. Я развелся со своей женой. Возможно, вы читали об этом. Четверо моих детей называют другого мужика папой теперь. Они не видят меня больше. Ты не хозяин своим детям. Ты не хозяин своей семьи. Так о чем я говорю? Самая важная вещь в жизни это то, что произойдет с тобой после смерти. Попадешь ли ты в рай или в ад. И это вечность. Какова продолжительность вечности? Просто представьте. Возьмите пустыню Сахару. Там много песка в этой пустыне, так? И теперь представьте, что одна песчинка — это тысяча лет. И ты будешь гореть в аду, когда умрешь. Попадешь в ад, и ты будешь гореть там вечность без конца. Как долго это? Попробуйте предположить, как долго это будет. Возьмите пустыню Сахару, и я скажу вам, что вам нужно подождать тысячу лет. И после каждой тысячи лет вам нужно выкинуть одну песчинку до тех пор, пока песок не закончится. Окей, подождали тысячу лет. Подняли одну песчинку. Подождали еще одну тысячу лет перед тем, как поднять следующую песчинку. И поднимайте их, пока не останется песка в пустыне. Представляете, сколько это? То есть, Америке только 200 лет от роду. Нам еще 800 лет до тысячи. Так что это вселяет страх меня подумать о том, что я умру в один день и попаду в ад. Я могу разбиться на самолете, я все время в разъездах. Попаду в ад, и Бог будет судить мою душу. Я могу убивать людей, могу грабить. Власти могут не поймать меня. ФБР, Скотланд-Ярд могут не поймать меня. Но когда я умру, кто-то наблюдает за мной и ведет мое личное дело, и я не смогу скрыться, я буду гореть в аду вечно, или я попаду в рай. Так что же я буду делать в эти 16 лет, которые у меня есть? Готовить себя ко встрече с Господом и попасть в лучшее место. Это имеет смысл? Спасибо.